Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Кстати, я так подумал, Андрей заулыбался. Для слушателей старше 16 лет сегодня, видимо, это уточнение, особенно актуально, особенно необходимо. Итак, уважаемые слушатели, тема сегодняшней нашей программы – рынок виртуальных знакомств в России. В гостях у меня два известных человека. Это Андрей Бронецкий, генеральный директор единой службы знакомств mambo.ru. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И это Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств tiamo.ru. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте. Поскольку вы оба Андрея, и в этом есть сакраментальный смысл, как выяснили мы в начале эфира, сейчас об этом тоже два слова скажем. Я буду вас, извините уж, по фамилиям называть, фамильничать, как в школе говорилось. Для того, чтобы было понятно, от кого мы что услышали. Итак, уважаемые слушатели, вот такая замечательная тема сегодняшнего нашего бизнес-класса. У вас есть традиционно возможность присоединиться к нашему разговору. Для этого есть телефон в студии. Его номер 6510996, код Москвы 495. Также есть адрес компании, адрес сайта finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы, ну и присоединяйтесь к нашей беседе. И традиционно в начале вам я, прежде всего, этот вопрос адресую. Как вы думаете, вообще благодарны ли это дело, это для слушателей вопрос, благодарны ли это дело виртуальное знакомство? Потому что наверняка, помимо того, что, ну, есть масса примеров, когда виртуальное знакомство перерастало в нечто большее, в серьезное, есть также масса примеров и о негативных историях, то есть риски, да, в этом смысле, очень велики. Итак, уважаемые слушатели, вопрос для вас. Благодарны ли это дело о знакомстве виртуальное? Ну и давайте начнем, традиционно начнем, уважаемые Андреи, с нескольких слов о том, как вы пришли вообще к этому делу, что вот начали заниматься бизнесом в сфере виртуального знакомства. Давай, Андрей, Андрей Бронецкий, с тебя начнем. Ну, если кратко, я вообще начал интернетом заниматься с третьего курса. Интернетом заниматься это что такое? Ну, там делать сайт и так далее. И, соответственно, там постепенно было от производства до менеджмента, от менеджмента одного уровня до менеджмента там другого уровня. То есть это было так, естественно, просто переход там из одной компании, которая одним занимается, переход, соответственно, в другую компанию. То есть для тебя было определяющее, что в интернете все равно, да, ты занимаешься чем-то, что... Я как бы начал с самого начала этим заниматься и продолжаю. И продолжаю. И в конечном итоге это все... Не знаю, что закончится. Нет, нет, еще не закончится, наоборот. Я к тому, что это в конечном итоге привело к тому, что ты начал заниматься сайцами знакомств. Мотивация какая была, причина какая? Личные, может быть, какие-то мотивы? Да, нет, но это было просто интересно. В тот момент это был такой... Ну, во-первых, вообще, как, не знаю, как любому там мальчику, там, заниматься техническими вещами, там, интернет, это там одно из таких передовых было в тот момент, и там много всего нового, свежий ум, там это воспринимают, там много людей ничего не понимают, вокруг ходят, а ты там тайными знаниями обладаешь. А в частности, применительно к этому проекту, это, ну, он был динамичный, быстро растущий, и там было много задач интересных, и я знал людей, как бы, которые, ну, в общем, там был и коллектив нормальный. Андрюш, что тут? Твоя история. Ну, я несколько позже начал заниматься интернетом. В 2008 году я попробовал создать свой первый проект, и это был сайт знакомств. Сразу же? Сразу же, да. Вот это любопытно, видишь? Вот Андрей пришел к знакомствам, да, через большие тернии, да, через большой путь становления. А ты сразу раз, и сайт... Я сразу понял. Почему? В 2008 году это... Это твое? Или, может быть, в 2008 году это наиболее популярная была какая-то история? Ну, мне показалось просто, что там была свободная ниша, и я попробовал делать свой проект в этой нише, но тогда... Давайте так, подожди, я тебя, извини, перебью. Да. Давайте вот с чего мы начнем, наверное, может быть, это и правильно. Вы вообще женатые, ребятки? Я давно, да, давно женат. Давно и успешно, да? И дети есть у тебя? Да, с 1998 года есть, да. А ты? Ну, у меня тоже одна жена и два ребенка. Жена и два ребенка. Ну, в смысле, одна. Ну, я понял. Нет, лучше, когда не наоборот, конечно. Ну, то есть, как у меня приятель говорит, да, знакомя, как правило, меня в свое время, и потом уже я очень часто свидетелем был, он представляет свою супругу и говорит, это моя первая жена, первая жена. Ну, а потом добавляет, и единственная. Ну, уже, значит, что уже, значит, первая и последняя. Сомнения, наверное, да, у меня тоже первая и последняя. Ну, то есть, я к чему этот вопрос задал? То есть, у вас не было некой личной необходимости, да? Да, судя по всему, мы и не были целевой аудиторией. Вот, вот, вот об этом речь. Так, хорошо, ты начал заниматься интернетом и сразу организовал сайт знаком. Тот самый, вот, о котором сегодня идет, идет? Нет, другой, это был до и еще до. Еще до. Да, это был первый проект, и я понял, что мне нужно привлекать средства для его развития, но это был 2008 год, и как раз средства-то было не просто привлекать. Это начало или вторая половина? Да, это был как раз вот конец лета 2008 года. И это... И вовремя, как-то, да, затеял. Этот проект ушел в историю. Но потом я присоединился к другому проекту, БАДУ, и это, собственно, была самая, наверное, серьезная школа, где я, в общем, научился тому, что я сейчас умею. И то есть получается, что ты вот как бы отпочковался от вот этого БАДУ и сделал собственный... Нет, это не собственный проект, к нему я присоединился. А, тоже присоединился, да, Тиамы, да, тоже присоединился. Это не мой проект. Хорошо. Хорошо, более-менее понятно, то есть вы люди непосторонние в этом бизнесе, да, очевидно, у вас есть опыт достаточно серьезный. Теперь давайте вернемся к тому, ну, или к главному вопросу вообще, как вы думаете, почему востребована вот эта история? Ну, в России, может быть, прежде всего, а, наверное, не только в России, да? Абсолютно. Есть огромное количество интернет, имеется в виду, международных, да, ресурсов. Так, а почему это востребовано? Потому что у нас проблема в реальной жизни познакомиться какая-то, или можно... Ну, основная, как бы, проблема, не проблема заключается в том, что природа сделала так, что есть мужчины и женщины, и они постоянно ищут самую... Да, и у них постоянная мысль, да? Да, постоянная мысль найти там, как бы, себе партнера. Там находят. В современной жизни стало несколько сложнее знакомиться лично, потому что все люди очень заняты, занимаются карьерой, работой, бегут, бегут, да. И, в общем, в какой-то момент, наверное, после того, как человек заканчивает учебу в институте, он обнаруживает себя одного одинокого на рабочем месте. Никому не нужного. Да, никому не нужного, и вокруг всего пять человек. И те, и одного с ним пола. Ну, как правило, или просто у них у всех своя какая-то жизнь, да, и вот... Не, у него, может быть, и тысячу френдов на фейсбуке или где-нибудь, но это его не помогает. Это ему не помогает, он чувствует некое одиночество, да? Так, хорошо, и в этом случае он говорит, хорошо, мне надо с кем-то познакомиться, это очевидно уже. Я взрослый мужчина, ну, мы сейчас о мужчинах говорим, хотя, наверное... Не важно. Не важно в данном случае, да? Я взрослый уже, так сказать... Ну и все, это есть потребность. Самостоятельный, да, мне нужно познакомиться. Что он делает? Он находит время вечером, например, да, и идет куда-то в кино, я не знаю, в кафе, в бар, в ресторан, и... Да, есть множество способов разных. Один из них — это интернет. Один из них — интернет. Но почему, тем не менее, вот он действительно наиболее популярный? Потому что жизнь такая или интернет во многом упрощает. Ведь инфантильность нынешнего поколения, она, наверное, связана еще и с этим. Если раньше, подожди, если раньше, я вот вспоминаю себя молодого, это было достаточно давно, и интернета такая не было. Его не было вовсе, кстати, наверное, не поверите. Но я жил еще, да, в такие времена, когда не было интернета просто. И, естественно, когда, если у тебя, да, самая идентификация с этой точки зрения, у тебя момент пришел, побыртатный так называют, то тебе надо просто идти ногами и что-то делать, иначе ты останешься один. Потому что за тобой это точно, ну, я с точки зрения мужчины сейчас разговариваю, за тобой это точно не будет, да, никто ходить. И тогда это приводило к тому, что да, вот ты, ну, как минимум вставал, как минимум шел и что-то предпринимал. А интернет, вот, да, все эти поступки, он нивелирует как-то. То есть не нужно ничего делать, ты сидишь, открыл, и более того, и это тоже, наверное, стоит сегодня обсудить, ведь я, будучи, ну, давайте так, я, будучи самостоятельной единицей какой-то, да, я могу представить себя в интернете, и, точнее, представиться в интернете кем угодно. Верно. И буду востребован, верно, вздохнул Андрей, и буду еще более востребован. Это вообще проблема, нет интернета, как вы думаете? Ну, это проблема, но вы просто сейчас такой, есть конфликт в ваших словах. Если у вас есть задача познакомиться, то вы будете, там, один раз о себе обманете, второй раз не будете обманывать, потому что, ну, смысл, вы встречаетесь, и все, идет разочарование. Если у вас идея, там, пообщаться просто, ну, тогда это, как бы, вам вполне... Все что угодно, да, я могу, а себе что-то? Да, есть люди, которые, в принципе, им достаточно общаться, там, с какими-то, там, незнакомыми людьми. Ну, на самом деле, и в реальной жизни тоже можно притворяться другим человеком. Да, безусловно, безусловно, но это уже мы куда-то, да, за грань какую-то, в подсознание погружаемся, потому что в реальной жизни, как минимум, да, ну, внешне, на языковом уровне все равно тебя воспримут так, как вас... Ну, я просто хочу сказать, да, что интернет, это не что-то такое, что создает дополнительную опасность или угрозу, это всего лишь инструмент. Ну, можно сказать, что интернет все-таки это не дополнительный, но иная реальность в какой-то момент. Иная реальность, именно реальность. Я помню старый-старый фильм «Газонокосичек», помните такой был? Это еще в 90-е годы, наверное. Да, конечно. Вот там, да, очень ярко, ну, по крайней мере, для меня... Ну, я так не воспринимаю. Мне кажется, да, это скорее миф. То есть интернет, это как и телефон, это не реальность. Ну, хорошо, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Рынок виртуальных знакомств в России». И в гостях Андрей Бронецкий, генеральный директор единой службы знакомств mambo.ru, и Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств tiama.ru. Я напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495. И сайт компании finam.fm. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вопрос я вам предложил. Если несложно, ответьте на него. Насколько вы убедительным считаете знакомство через интернет? Давайте продолжим, собственно, наше общение. Ну и, учитывая, что бизнес-класс, так называется наша программа, мы говорим о бизнесе. Рынок виртуальных знакомств в России. Насколько он велик, этот рынок? Если говорить об основных участниках, основных игроках. Их не так много ведь все-таки. Я уж не говорю о самых популярных. Но в моем понимании не очень велик. Не очень велик. А с чем ты можешь сравнить? В своем понимании в принципе, то есть он как бы не охватывает большего количества населения России? Или просто по сравнению? Ну, я вообще просто имею в виду, если мы рассматриваем всякие рынки внутри интернета, если мы берем там рынок знакомств, мы можем взять рынок знакомств в России, мы можем взять рынок знакомств в Америке, во всем мире. Сравните. Да, это там одна часть. Разумеется, он значительно меньше, чем во всем мире. Но это одна история. Но есть другая история, которая называется там, например, рынок игр. Знакомство — это более узкая часть. Она такая, как бы кажется, что широкая. Они все говорят там, потому что. А на самом деле там только часть аудитории находится в каких-то там поисках или что-то. Большая часть им это либо неинтересно, но по разным причинам неинтересно на самом деле. То есть, извини, я правильно понимаю, аудитория сайта знакомств, она в меньшей степени именно знакомится, а в большей степени занимается чем-то другим? Нет. Я имею в виду, что есть вообще 100 человек, условно, из этих 100 человек большинство уже находятся в каком-то партнер... Ну, у них есть уже там муж, жена. Им это неактуально просто. Да, им это уже неактуально. И он занимается в интернете, ну, естественно... Не-не-не, он не занимается. Он не является нашей аудиторией. А если мы говорим о рынке, например, там каких-нибудь игр или еще что-то, это более широкий рынок. Потому что я могу быть и одиноким, и так далее, и так далее. Поэтому, соответственно, есть и другие рынки, там e-commerce, когда там покупка каких-нибудь товаров. Тоже нужно всем практически, если ты научился пользоваться там, ну, чуть-чуть совсем интернетом. В этом плане, как бы, рынок интернет-знакомств, ну, в любой стране, он значительно меньше, чем, в частности, там другие рынки того же... Ну, то есть, это нормально, да? Да, это нормально. Изначально это нормально, и, как бы, аудитория, да, вы с этим... Ну, я бы все-таки сказал, что пользователи сайтов знакомств – это молодая аудитория, это молодые одинокие люди, наверное, самые платящие аудитории интернет, это первое. И второе, мы все-таки сами создаем рынок, и о том же рынке игр до недавнего времени никто не знал, его не существовало. То, что сейчас размер рынка знакомств таков, может быть, просто потому, что пока еще не был создан какой-то продукт, который сможет расширить этот рынок. Возможно, мы его расширим за счет мобильных приложений. А продукт, да, имеется в виду продукт интернет-продукт какой-то, да? Ну, в том числе, да. Например, мобильное приложение, которое тоже интернет-продукт, но уже на других устройствах. И здесь, в общем-то, наверное, доля мобильного интернета, пользователи мобильного интернета будут больше внимания уделять дейтингу, потому что мобильный телефон – это очень хорошее устройство для знакомств. Ты сейчас просто говоришь по поводу охвата новой точки доступа. По факту все равно же есть человек, если он… Ну, мы сейчас говорим о классической паре… Ну, то есть 100 человек вот эти, да? Да. Все равно останутся. Если у меня отличная семья, есть дети, я провожу хорошее время, я хороший семьянин, ты хоть сделай через телевизор, хоть через телефон, я все равно не пойду на сайт знакомств. Я об этом просто не веду. Безусловно, да. Но та аудитория, которая есть, я думаю, что от нее можно получить больше денег. Именно благодаря тому, что будут какие-то новые… Да, я думаю, что люди готовы будут платить за знакомство, реально за знакомство, за то, чтобы найти себе партнера, больше, чем за то, чтобы поиграть в какую-то игру. Ну, понятно. А, кстати, давайте о деньгах, это всегда очень интересно. А как зарабатывает сайт знакомств? Понятно, что подавляясь большие случаи, насколько я представляю, регистрация бесплатная, да, то есть доступ к контенту бесплатный, то есть… Ну, там есть разные варианты монетизации, есть условно модели, считаются их две. Первая – фремиум модель, когда все бесплатно, набирается большая база, и одни там внутри начинают твориться и платить за дополнительные услуги. Есть вторая модель по подписке, когда база значительно меньше, но более узкий и специализированный контент на какую-то заданную тему, и там могут быть уже ограничения на доступ к контенту. То есть вот такие две модели, да? Да, это как раз вот мы здесь и представляем обе. Ну, то есть один Андрей одной моделью, да, а второй другой моделью занимается? Да, да. То есть как раз вот я… Ну, вот поделись, да. Хочу сказать, что да, ТАМА – это премиальный сегмент по подписке и доступ к основному функционалу за деньги. То есть изначально, да, я могу зарегистрироваться и только заплатить? Нет, регистрация бесплатная, да, вы можете пройти психологический тест, посмотреть людей, которые вам подходят, попробовать начать общение с ними, чтобы убедиться, что они реально живые и тоже ищут кого-то, реагируют на ваши знаки внимания. Дальше уже, если вы хотите перейти к личному общению, то нужно оплатить подписку. Это одна из моделей. А у тебя, соответственно, иная модель, где… Да, у меня все бесплатно. Все бесплатно? Ну, а что такое дополнительные вот… Ну, дополнительные, например, хотите подарить подарок человеку, вот как бы он стоит копеечку. Ты можешь дарить, можешь не дарить. Но если ты подаришь, тебе скажут девушка спасибо, и у тебя будет другая атмосфера при начале общения. И больше шансов у тебя будет, да? Ну, по сравнению с тем, кто не подарил, конечно. Безусловно. Это тонкий психологический ход, я тебе хочу сказать. Но это не мы придумали. Это понятно, да. К сожалению, это не мы придумали, но это в любом случае… Но это работает и работало, да. Кстати, вот что касается «мы придумали» или «не мы придумали», правильно говорить о том, что и мода на сайт знакомств, и во многом их функционирование пришло с запада, и это калька в какой-то степени. Да, нет? Ну, я не согласен до конца. То есть, во-первых, все-таки вот касательно «Мамбы», это вообще там не было такой модели. Не было? Да, это родилось в муках России, потому что не было никаких платежных методов там и так далее. Она бы там модель, ну, как бы раньше она вообще бы у нее точно шансов не было, сейчас как бы шансы у нее уже есть, поэтому, собственно, Андрей вот этим занимается. Ну, я имею в виду коллега. Раньше это было невозможно, поэтому, собственно, она и появилась в России. А в штатах сразу все было платно. То есть, да, значит, вот то, что делаю я, это «Амару», это изначально была копия западного успешного проекта, но в виде полной копии оно не пошло на нашем рынке. В значительной степени благодаря тому, что делает «Бронецкий», да, он приучил людей ко всему бесплатному, нам было непросто, конечно, объяснить, чем мы лучше и почему, в общем-то, стоит платить за эту информацию. А сейчас ты можешь объяснить, чем вы лучше, почему стоит платить за эту информацию? Дело в том, что мы делаем сервис для людей, которые уже созрели для серьезных отношений и приходят на сайт знакомств именно за тем, чтобы найти себе пару, а не просто пообщаться, провести время. То есть здесь разные цели могут быть у людей. Безусловно, на «Мамбу» тоже люди приходят и за тем, и за другим, но все-таки больше настрою у нее на общение. А мы даже не поощряем людей к общению ради общения. То есть у нас главное – это конечная цель. А не поощряете каким образом? Вы можете модерировать как-то отношения? Ну вот как, в частности, у нас общение только по подписке. То есть если человек серьезно настроен и он готов заплатить за это, соответственно, он может ожидать того же от остальных участников общения, что он там не будет тратить время. То есть кому-то нужно общение, а кто-то уже не хочет просто тратить время и хочет найти себе спутника в своей жизни. А у вас есть какая-то статистика, насколько результативен ваш ресурс, в частности? Ну, у нас на сайте есть отдельный раздел, где мы снимаем наши успешные сложившиеся пары, снимаем свадьбы, снимаем венчание. У одной пары уже ребенок родился даже. Так что, конечно, да. Ну, это, в принципе, да, с репутационной точки зрения тоже вам интересно, потому что тем работает, потому что вот есть результаты, да? А у нас абсолютная эффективность. Абсолютная эффективность. Если человек пришел общаться и пообщался, значит, он уже эффективен. Получил то, что хотел. Тут проиграть невозможно. Да, да, здесь изначально. Хотя, если позволите, мы о модерации заговорили. Ну, наверное, больше к тебе вопрос, да, потому что у тебя еще бесплатно и народу, наверное, больше по простой причине. Не, ну, все равно приходится модерировать контент. На самом деле, это достаточно важно во всем системе, потому что там много с этим связано проблем. У нас тоже есть модерация. Вот об этом, да, немножко, если можно, о проблемах. Ну, понятно, да, что взаимоотношения мужчины и женщины, они могут быть в разных плоскостях, что называется, да, и вы наверняка каким-то образом отслеживаете, чтобы все это было в пределах... Да, это такая незаметная, ну, может быть, для, я надеюсь, для большей части аудитории работа системы, но на самом деле там это половина штата компаний, собственно, это... Только этим занимается. Да, только этим занимается. Причем там мы у нас модерировали... А штат компаний сколько, если не секрет? Ну, больше ста человек. Больше ста человек. Да. Причем у нас там мы аутсорсим модерацию фотографий в Индии, там мы... Ну, очень много всего, там разные технологии мы докупаем по поводу того, как фотоконтент модерировать, и там делаем собственные по поводу там жалоб на одного пользователя, на другого. Ну, в общем, там достаточно много и разработок, собственно, своих приходится это делать, потому что люди, если им, скажем так, позволить размещать все, что угодно, кроме того, что они сами размещают, они, ну, там, не совсем то, что нужно. Еще появляются, есть много недопрожелателей, которые автоматизированными способами размещают то, что не совсем нужно. Вот поэтому, когда ты предоставляешь доступ в данном бизнесе, я имею в виду, доступ к... ну, не обязательно предоставляешь, но это одна из важных частей твоего бизнеса, это вот этот непосредственно контент, это анкеты, это люди с своими фотографиями, то очень важно держать это все в порядке и аккуратно. Да, в руках, в руках, что называется, держать. Да, значит, оно все расходится. Расходит, да, разбредается. Кстати, если говорить уже вот о всяких нехороших вещах, что называется, кто-то присматривает за вами сверху, и вы кому-то подотчетны в этом случае? Я не знаю об этом. Наверняка кто-нибудь присматривает, но мы этого не знаем, к счастью. Ну, вы... Мы себя хорошо ведем. Да-да-да, я вот хотел это сказать, что вы об этом не знаете только потому, что, видимо... Я думаю, они нами пользуются. Никаких... Ну, а почему нет? Нет, они тоже живые люди. Конечно, я вот думаю, все нормально. Это нормально, да. Вернемся к небольшой статистике. У нас еще полторы минутки осталось до следующих новостей. Статистика по поводу того, преимущественно кто? Мне всегда хочется это услышать, да? Преимущественно мужчины или женщины? Преимущественно какого возраста? Молодые, пожилые, среднего возраста? Вот такая статистика ведется наверняка? Да, конечно. Но дело в том, что у нас весь трафик практически привлеченный. То есть он не приходит к нам естественным образом. И мы можем контролировать соотношение полов в системе, чтобы всех было поровно. Потому что в идеале, конечно, должно быть всех поровно. Существует мнение, что серьезные знакомства больше нужны женщинам. Но мы такого не замечаем. А мнение это откуда? Оттуда опять из-за мугра? Да, из-за рубежа. То есть там платят женщины лучше, их в среднем немного больше на сайтах серьезного знакомства, чем мужчин. У нас баланс очень хорошо выдержан. То есть вы несколько искусственно его держите? Безусловно, да. Если мы видим, что идет перекос в какую-то сторону, мы направляем наши рекламные усилия на аудиторию соответствующего пола. Я просто хотел вспомнить эту известную старую песню, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ничего удивительного. Сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжим наш разговор. Уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финам.ФМ. Я напоминаю, меня зовут Олег Дмитриев. А тема сегодняшней программы – рынок виртуальных знакомств в России. И я еще раз представлю гостей. Это Андрей Бронецкий, генеральный директор единой службы знакомств mambo.ru. И Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств tiama.ru. Телефон в студии 651099.6 и сайт компании finam.fm. Ну что ж, продолжим наш разговор. И опять-таки вернемся к рынку. Рынку в целом российскому или рынку знакомств зарубежному. Я так понимаю, что он достаточно узкий, да? С точки зрения участников. Все друг друга знают. Вот даже сейчас за эфиром мы называли своих коллег. Ну да, крупные проекты все известны, все друг друга знают. Их можно пересчитать, мне кажется, на пальцах двух рук максимум. Полутора рук. Ну не будем уж так. Пусть будет две руки. Я к чему веду? Вот опять-таки то, о чем мы за эфиром успели перемолвиться. Крупнейшие социальные сети. Они в какой-то степени ведь не концентрируют свою деятельность исключительно только на знакомствах. Ну вот, по крайней мере. Я бы сказал, даже они дистанцируются от знакомств. Дистанцируются, да. И тем не менее, да, любая социальная... Ну или как минимум вот та, о которой я говорю. У нее есть там свои какие-то приложения. Причем достаточно как-то агрессивно они, да. Не всегда по-честному, мне так кажется, да. Они тем не менее вот в эту сферу своих клиентов подталкивают, да. Приложения эти не связаны, не аффилированы социальными сетями. Просто они, как и остальные все приложения, игровые тоже там находятся. И пытаются эксплуатировать возможности социальных сетей, когда эти возможности есть. Потом, конечно, социальные сети обычно реагируют на это достаточно жестко. И развитие таких приложений заканчивается так же быстро, как они, в общем-то, истают. Подожди, социальные сети реагируют жестко? Жестко, да. Ну то есть, что... То есть, вот то, что ты говоришь, что, в общем, они иногда там обманным путем привлекают пользователей. Да, пользователи начинают жаловаться, и социальные сети закрывают такие приложения. А это приложение не сама социальная сеть создает? Нет, нет. Кто-то присоседился просто, да? Да. Я понял. Ну, это конкурент для вас или нет, Андрюш? Кто? Социальная сеть в данном случае, да? Ну, конечно, да. Ну, как... Вот библиотека и пивной паб, это конкуренты, да или нет? Ну, можно сказать, что нет, а можно сказать, что да. Ну да, потому что у них аудитория, да? Я либо в библиотеке, либо в пабе. Либо в пабе. Причем иногда даже скажу, что я в библиотеку пошел. Да. Поэтому, как бы, конечно, там значительно больше аудитории, более широкое позиционирование. Я тут общаюсь со своими друзьями там и так далее. Всем нужно общаться. Знакомиться нужно не всем, а общаться нужно всем. Это более естественная... Ну, в смысле, это естественная потребность. Ну да. Поэтому и получается, как следствие, у них больше аудитория. Но они не фокусируются на этом, потому что у них, собственно, рынок другой. И мы, с одной стороны, конкуренты, с другой стороны, у нас своя ниша, у них своя ниша. Да, да. Вот и все. А вот с этой точки зрения, смотри, мне понравилась аналогия с пабом и с библиотекой. Ну, я так предположу, что в любом случае, да, вы там периодически или постоянно, или неважно, как это во время происходит, озабочены, озабочены приливом нового пользователя. Конечно. Озабочены, озадачены там периодически. И вы говорите, вот, давай я буду не совсем библиотека все-таки, а я еще и там барную стойку поставлю. И вроде бы и не паб, и не библиотека. Но наверняка народу больше придет. И в этой ситуации у меня сайт знакомств, а давай я еще какую-нибудь фишку затею, да, и у меня не только знакомство, а еще что-то. Ну, вот ты, когда сделал пример про приложение, это ровно то же самое. Это вот одни из попыток, там, наших коллег. Ну, это социальная сеть, да, делает приложение? Нет, нет, социальная сеть просто дает некие механики по взаимодействию, там, внутри себя. С аудиторией. Да, то есть можно, там, забрать у нее профайл, можно, там, написать, отдать права, чтобы приложение имело право, там, писать о твоего имени, там, еще что-нибудь. Ну, там, твои фотографии скачала, там, на твою стену что-нибудь разместила. Это, там, регулируется определенными правами, а, соответственно, потом появляются некие методы по размещению. Вот, соответственно, приложение делается под эти методы, использует какую-то, там, мотивацию человека и с этого получает обратно себе аудиторию. Дополнительную еще, да? Да, собирает себе информацию, там, получает его e-mail, получает его фотографии. Дальше получилось 100 e-mail, написал им приглашение, там, с него, с этих приглашений 2 среагировал, значит, 2% конвертации. Посмотрели, сколько потратили, сколько сконвертировалась цена, и дальше появляется механика масштабировать, не масштабировать. Ну, понятно. Фактически, это симбиоз для сайта знакомств и социальной сети. Если социальная сеть и сайта знакомств получают взаимную выгоду, то есть, обмениваются пользователями, то приложение будет существовать. В противном случае, или социальная сеть закроет это приложение, или сайт знакомств присоединяется поддерживать. То есть, здесь исключительно все на сожалению рентабельности, да? Если это приносит что-то, значит, так оно будет, а не приносит не будет. Ну, это нормально, это бизнес в любом случае. Конечно. Давай к статистике вернемся. Итак, мы говорили о том, что охват аудитории, да, там, грубо, 50 на 50 мальчиков-девочек поровну, что, наверное, логично для знакомства. А с точки зрения возраста, социальной принадлежности, что ты можешь сказать здесь? Ну, вот с точки зрения нашего сервиса, серьезных знакомств, основная наша целевая аудитория, это 25+. Несмотря на то, что у нас есть... Сверху нет, да? 25? 25 и сверху нет, да. Просто более взрослая аудитория, она не так активна в интернете. То есть те люди, которые пользуются интернетом, и после 60, они все равно продолжают знакомиться, и их больше интересуют серьезные отношения. Вот. У нас есть также довольно много молодежи до 24 лет, но они не склонны платить за знакомство. Ну, то есть у них больше возможности познакомиться в реальной жизни, и, конечно... Ну, и учитывая, что твоя аудитория платит, да, за знакомство, наверное, и социальные точки зрения, это более какие-то, да, более состоятельные люди, так можно? Ну, в среднем, наверное, они немного более состоятельные, но мы стараемся предоставить возможность пользоваться нашим сервисом и, ну, людям со средним и достатком, и ниже средним. То есть, другими словами, деньги, да, которые вы с них берете, не такие большие, чтобы можно было, да... Мы пытаемся сегментировать аудиторию, делать скидки соответствующие. Я понял. Андрюш, ну, а у тебя более широкая аудитория? У меня практически профиль интернета обычный. Обычный профиль? Да, поскольку у нас все бесплатно, соответственно, мы приблизительно соответствуем тому же соотношению регионов, полов и возрастов, как обычный профиль интернета у нас в России. Ну, вы статичку ведете, тем не менее? Да, конечно. Ну, и как это выглядит? Ну, вот так вот и выглядит. Как обычный профиль интернета? Да, ну, то есть, все возраста в таком же соотношении, конечно, молодых там побольше, потому что их больше там в интернете, взрослая аудитория там чуть поменьше. Ну, то есть, есть такой момент, но это там не сильные отклонения от общего. От средней статистики, да? Ну, и с точки зрения заработка, конечно, интереснее и крупные города Москва в первую очередь. Потому что, во-первых, больше денег, люди привыкли платить, и больше проникновения интернета. А в знакомствах это очень важно, чтобы был выбор. Мы, знаешь, о чем подумал? Мы говорим, конечно, об интернет-знакомствах прежде всего, но вот твоя фраза, в частности. Есть люди, которые продвинуты и легко общаются в интернете, просто знают, какие кнопки нажимать. А есть, ну, может быть, не так много, но тем не менее, менее продвинуты. А вот для них какую-то помощь может быть? А может быть, у вас есть еще и ресурс, который не связан с интернетом? В этом основная задача наша, сделать сайт так, чтобы все было очевидно, просто, и чтобы... Для любого уровня, что-то. Да, да, и чтобы пользователь делал, в принципе, то, что мы ожидаем от него на данной странице. То есть на странице не должно быть ничего лишнего, ничего из того, что не приводит человека именно в то направление, в то направление, в котором он должен идти. Кстати говоря, о странице, об интерфейсе, о удобстве пользования, естественно, это нужны определенные профессионалы. Кто делает вообще сайты-то эти? Ну, разумеется, если вы хотите сделать большой и качественный проект, вам нужны специалисты. Чем лучше специалист, тем будет заведомо более лучший результат. Плюс, в любом случае, в интернете, слава богу, там можно все очень быстро, динамично считать. Достаточно много инструментариев, и бесплатных, и немножко там совсем стоящих. Это для тебя стоящих, для тебя или для клиента? Для меня, для меня, как для разработчика этого приложения. Соответственно, я достаточно могу хорошо смотреть, куда они кликают, с какой частотой, что они дальше делают, где я их теряю, в какой момент. Соответственно, это, мне кажется, плюс-минус особенность, конечно, интернета, как вот такого бизнеса цифрового. И, там, делая бизнес, всегда нужно, там, это, там, понимать. Одно дело, конечно, там, ты должен это чувствовать, но, в частности, чтобы чувствовать еще тоньше, надо, там, обращаться к этим данным. Это дополнительно тебе, как минимум, объясняет, почему, там, ты сделал, думал, вот сейчас сделаю эту кнопку, там, такой-то или там-то. И все побегут скорее. Они не побежали, да. Ты, как бы, можешь смотреть. Или, наоборот, ты смотришь, куда они ходят, почему разбираешься, почему они там ходят, почему они туда не ходят. Как бы, это хороший инструментарий, его нужно обязательно использовать. Это, ну, кроме профессионалов, это любой человек может, там, при наличии желания и терпения, и, соответственно, если он строит свой бизнес, свои деньги тратит, и он может либо купить человека, там, за 150, 200, там, тысяч рублей, ну, я не знаю, там, люди в Москве уже дорогие, вот, либо часть времени потратить и сам разобраться. То есть, по большому счету, он может это сделать самостоятельно, независимо от уровня его образования? Ну, есть разный уровень погружения, но инструментариев очень много и очень сильно. Ну, то есть, надо быть готовым к тому, что даже, ну, надо понимать, что даже очень опытные бизнесмены делают, допускают ошибки, и к успеху приходят только путем большего количества экспериментов в сжатые сроки. То есть, чем больше ты экспериментируешь, тем больше вертность успеха. И, как сказал Андрей, безусловно, нужно следить за результатами, постоянно смотреть на графики, если что-то сделал новое, да, приносит ли тебе этот ожидаемый результат. Если нет, значит, выключаешь, делай что-то новое. Ну, да, другое. Не пошло, значит. А правильно, можно так сказать, что в интернет, ну, именно потому, что это интернет, это, да, высокие технологии, и количество экспериментов на, условно говоря, на единицу времени гораздо больше, чем в обычном бизнесе. Безусловно, да. То есть, интернет дает огромные возможности в этом плане. Но, опять же, как и в любом бизнесе, ресурсы ограничены. Ресурсы разработки – это постоянная головная боль у всех интернет-предпринимателей. Тут нужно, конечно, выбирать те идеи, которые при минимальных затратах ресурсов могут дать максимальный эффект. Да, у нас же есть другая сторона медали, то, что мы интернет. Мы, с одной стороны, можем работать на другие рынки, в других странах, ну, как бы… Ну, да, не вставая, да, со стула, ты где угодно можешь. Да, все легко, красиво и так далее, и так далее. А, с другой стороны, получается, что все ресурсы твои, разработчики, они точно так же могут отсюда работать на другие компании, у которых другая совсем уровень маржинальности и доходности. Поэтому, собственно, зарплаты этих людей растут, и ты должен… Нанял этого человека, ты должен его использовать очень эффективно. Ну, всегда это получается? Ну, как сказать… Мы к этому стремимся всегда, да? Да, конечно. Мы к этому стремимся. Ну, я правильно понимаю, что для того, чтобы наиболее эффективно профессионала использовать, вы и сами должны, то, что называется, быть погружены в этот процесс, да, и желательно чем… Ну, мне кажется, это, конечно, относится к любому бизнесу, то есть… Ну, смотри, ну, наверняка это так, но я вот опять, если говорить об обычном, да, ручном бизнесе, что называется, ты там чем-то занимаешься, ты стоишь во главе предприятия, ну, и, наверное, у тебя есть там, как минимум, главный бухгалтер. И факт, что ты, да, хорошо разбираешься в бухгалтерии. Ты ему каким-то образом доверяешь, делегируешь ему эти полномочия. Да, безусловно. Вот с вашей точки… Как раз, наверное, бухгалтерия – это то, в чем я совсем ничего не… Совсем не собираетесь? Да, в остальном приходится разбираться во всем, и в частичной программировании, и в пиар, и в дизайне. Ну, это успешно, как минимум? Ну, я думаю, да. Ну, опять с точки зрения того, что, действительно, вот есть дорогущий специалист, а специалисты-айтишники, да, они, наверное, самые дорогие сейчас на российском рынке. Зависит от уровня, я думаю, что, может быть, да, очень дорогие. Ну, и вот ты купил, да, специалиста за те же 150-200 в месяц, и, естественно, ты над ним трясешься, и очень хочешь, чтобы он был максимально эффективен. Но для этого нужно тебе самому разбираться в процессе? Ну, в любом случае, ты не можешь разбираться лучше, чем он. Да, безусловно. Да-да, зачем он тебе нужен, конечно. Такие деньжища и вываливают. Ну, какие-то общее понимание того, что он делает, и какие сроки примерно на это нужны, необходимы, иначе постепенно просто человек может начать расслабляться, и ты не помешаешься. Совершенно верно. Причем, наверняка он будет этим пользоваться, он же прекрасно понимает, да, что... Ну, как минимум, любой наемник, да, он в конце концов... На уровне общей эрудиции надо разбираться... Слово «наемник» неприлично звучит. Сейчас мы, смотрите, новости слушаем, потом у нас есть звонок от Романа. Роман, подождите нас, и мы продолжим после новостей. Итак, друзья мои, к сожалению, как всегда приходится в это время говорить, у нас последняя часть эфира, уже осталось 12 минут, только лишь. И, тем не менее, я напомню, «Бизнес-класс» называется наша программа. Меня зовут Олег Дмитриев, гостя Андрей Бронецкий, генеральный директор единой службы знакомств «Мамба.ру», и Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств «Тиама.ру». Тема нашей программы «Рынок виртуальных знакомств России». Ну, давайте начнем со звонка нашего слушателя. Добрый вечер, Роман, вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер, Олег. Может быть, мой вопрос будет не слишком, конечно, актуален по поводу бизнеса, но вот такой вопрос я сам зарегистрировал на этом сайте. Единственный нюанс, который абсолютно, скажем, не устраивает меня вот на «Тиама». Почему при регистрации нужно отвечать на кучу вопросов? На куда? На огромнейшую причем кучу вопросов. На огромнейшую кучу вопросов. Такое ощущение, что это допрос идет. И буквально, например, первая, вторая страница еще как-то терпится, а потом, когда уже идет это на конвейерной основе, уже понимаешь, что ты просто закрываешь. Но при этом, при всем, даже когда ты прошел все это, тебе приходит уведомление на почту, что вы не закончили регистрацию. Даже если вы прошли полностью, хотите, чтобы с вами познакомились, там отправьте смс с каким-то кодом и все остальное. Вот для чего это нужно, когда люди просто хотят спокойно знакомиться? Роман, скажите, а вы в результате дошли до финального? Знаете, да, наверное, с десятой попытки, и когда уже просто на почту приходили постоянные сообщения, да, я все-таки закончил, но к результату это никак не привело, потому что я уже не стал. Это единственный аспект, который сразу отпугивает, честно сказать. Скажите, Роман, вы искали серьезные знакомства или просто хотели... Да, 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 серьезно. Я свободный человек. Я живу, проживаю в Москве. Я хотел познакомиться с девушкой. Вот смотрите, я могу сказать, что 70% всех зарегистрированных пользователей успешно проходят тест, несмотря на его длину. А зачем сделан тест? Тест сделан для того, чтобы избавить вас от бесконечного кастинга людей, с которыми у вас, скорее всего, ничего не сложится. То есть дальше общение, дело не пойдет. Может быть, он длинноват тест. Мы, возможно, будем его сокращать. Но пока он выполняет свою функцию, функция его помочь нам подбирать пользователям психологически совместимых людей. Не тех, кого, как вам кажется, вы хотели бы видеть рядом с собой, а тех, кто на самом деле... Кого мы вам назначим. Как кто на самом деле, по мнению профессиональных психологов... А эти вопросы действительно профессиональный психолог, да? Безусловно. Этот тест разрабатывал с несколькими месяцев и стоил очень много денег. А дальше то, что мы стали просить подтверждать анкету по СМС, бесплатно, замечу, это сделано для того, чтобы увеличить степень доверия к ресурсу. Сейчас многие социальные сети и службы знакомств это делают, чтобы исключить, в общем, людей с недобропорядочными намерениями. Либо таких людей, либо есть еще автоматические рассылки. И убрать возможность дублирования анкет. Чтобы один человек, у одного человека была одна анкета. Может быть, это и не простой путь, но все-таки мы говорим о серьезных намерениях, серьезных знакомствах. Поэтому и серьезный подход требуется. Нет, безусловно, да, я с тобой согласен. Это серьезный подход, это некий такой фильтр, да? Но я знаю людей, которые пытались на тебя регистрироваться, и они на 80-м вопросе, они, как правило, ломались. Ну, их действительно очень много. Да, но знаешь, все-таки большинство из тех, кто говорит о том, что это очень длинный тест, они на самом деле просто пробуют, смотрят, но у них нет именно намерения найти себе спутника жизни. Ну, то есть, если у меня есть серьезные намерения, я через что угодно пройду. Как в какие-то недалекие времена, чтобы установить Windows, надо было потратить полтора часа. Ну, что же, я купил Windows, теперь я его не установлю, потому что полтора часа надо было. Не, ну, подожди. Даже недалекие времена, я уж не говорю о сейчас, о нынешних временах, да, можно установить Windows, чтобы пригласить специалиста просто, да, пригласив того, кто знает. Ну, вот здесь так не получится, к сожалению, специалист не может найти тебе спутника жизни, придется это сделать самому. Или как минимум ответить на все эти вопросы. Да, иначе мы будем спутника жизни искать специалисту. Тут тоже вариант, кстати, специалист тоже был, он счастливый, у него должна была счастливая личная жизнь, для того, чтобы он оставался специалистом и помогал, и продолжал, точнее, да, выполнять свои профессиональные обязанности. Ну, да ладно, я думаю, действительно, вот, Андрей ответил на вопрос Романа, а ты, кстати, вот по этому поводу, ну, наверное, твой ответ очевиден, ты как, вот, относишься к фильтрам, к подобным фильтрам? К таким длинным тестам? Длинным тестам, да, вот, к всякого рода подтверждения. Ну, у меня, конечно, другое мнение на эту тему, то есть, в целом, я считаю, что, ну, это мое субъективное мнение, на самом деле, то есть, я считаю, что если человек заранее спросить о том, кого ты хочешь, там, блондина, или, там, такого-то, 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 ты его спрашиваешь, у него формируются ожидания, у него формируются ожидания, вообще, у человека и так-то есть ожидания завышенные, часто, к сожалению, о том, что жизнь, она несколько проще. То есть, ты имеешь в виду, с кем ты хотел познакомиться, да, и ты вот идеал себе выстраиваешь? Да, ты его выстроил, а на самом деле, потом такого человека практически... Его просто нет в природе. Его может не быть в природе. Вот и все. Поэтому, если вот такой мэтчинг на соединение делать, оно вот, у него вот эта вот ущербность, именно даже не в том, что психологическая совместимость, это, как бы, наверное, там, неплохо, а вот плохо то, что формируется, в частности, ожидание, а потом и что? Вот я получил, вот как бы, а если ты ему выдаешь человека, который, на самом деле, может быть, и получилось бы, мне кажется, там, каждому тесту можно задать вопросы, на самом деле, но, тем не менее, ты ему уже этого человека выдать не можешь, а там, то, что он указывал, там, таких тоже уже людей может и не быть. Вот это вот кажется мне такой... Ну, это мое субъективное мнение, я понимаю все. Я поясню немного, да, здесь все-таки еще раз, мы стараемся показывать не тех, подбирать не тех людей, которых человек говорит, я хочу видеть блондинку, а мы пытаемся выяснить, что за человек наш пользователь, а потом... Что за человек наш, это блондинка, нет? А, наш пользователь, что за человек, да. То есть мы не спрашиваем, кого ты хочешь, кого ты хочешь видеть, мы спрашиваем, а кто ты есть на самом деле, и подбираем тебе подобных, то есть тех, с кем у тебя могут сложиться отношения. Ну, вот здесь я, кстати, с Андреем соглашусь. Человек вряд ли будет искать себе подобного, он всегда ищет того, кто, ну, как минимум, от этого подобного отличается. Я не говорю, ну, лучше или хуже. Да, противоположности, может быть, и притягиваются, но долго они, конечно, вместе не могут находиться. Я понял. А, кстати, вот насколько долго, да, длится отношение после вашего знакомства? Это для вас важно, и это вы отслеживаете? Для нас это, конечно, важно, но сам сервис не так давно существует. 2010 года. Ну, то есть ты сказал о том, да, что вы, вот, говорите, мы, фотографии есть те, кто поженились, те, кто обвенчались, те, кто счастливы, а те, кто расстались через полтора часа, это сложно отследить. Ну, пока таких не было у нас. Но, кстати, хорошая мысль, я думаю, мы будем следить именно вот за теми, кто давно у нас уже познакомился, и раз в год обновлять и показывать их счастливую... Кстати, это моя мысль. Да, это очень хорошая мысль, я запомню. А тебе, наверное, вообще сложно, да? Не, ну, мы не меряем, конечно, вот настолько внимательно по поводу там... Хотя, по факту, конечно, там есть ситуация, у сервиса уже там около 10 лет, и, соответственно, я там знаю пользователей, которые уже себе находят там вторую жену у нас в сервисе на мембе. Здорово. Это говорит о том, что ресурс работает, да? Да, люди возвращаются. Люди возвращаются, если что-то там не складывается по каким-то там причинам. Ну, а кто, не знаю, кто не возвращается, там, слава богу. Я, на самом деле, в этом плане, конечно, позитивно. Я все-таки, ну, понятное дело, что мы делаем бизнес, и там мы на этом зарабатываем, но, тем не менее, все равно, там, чисто морально я к этому отношусь, что мы несем добро. Ну, безусловно, нет, и потом я с тобой соглашусь, извините уже за пафос, такая была в советские времена фраза ходила, бизнес с человеческим лицом. Вот очевидно, что у нас бизнес, мало того, что он с человеческим лицом, так он бизнес еще, да, это чтобы человек сделать счастливым. Ну, извините за пафос опять. Я понимаю, что вы на меня скептически так, сиронически. Нет, нет, но мы просто, если бы мы хотели там отжимать пользователей очень грубо, там, совсем иначе, там, их разводить, обманывать, там, эти все методы такие, они понятные. Вот мы такими вещами не занимаемся, как бы не стремимся к ним. Все-таки важна репутация еще, важна репутация, чтобы люди рассказывали друг другу и приводили своих друзей тоже. Потому что у нас много таких пользователей, которые пришли именно по рекомендации друзей. Ну, вообще, мне кажется, если хочешь построить какой-то там бизнес в долгу, какой-то качественный, хороший, то там надо с самого начала, собственно, заниматься. Честным, да? Да, конечно, нужно там построить себе идеальную картину, как ты завоюешь мир и как твой проект вот к этому придет. Мне кажется, это должно быть именно позитивная такая подоплекность. Это здорово. Нужно дать людям то, за что они захотят заплатить. Ты все о своем. Ну, мы же говорим здесь о бизнесе. Это нормально, это нормально. Кстати, по поводу завоевать мир, вот, опять-таки, извините уже за пафос, есть вообще мысль такая, что подобные ресурсы, именно ваши ресурсы, они могут, так сказать... Ну, мы очень стараемся, к сожалению, пока ничего не получается такого существенного. То есть все-таки тяжело, но не хватает, наверное, там, в частности, моего, но и другого опыта на эту тему, поэтому как бы у нас... Мы движемся, где-то есть какие-то успехи, где-то их нету, какие-то... Ну, смотри, вот это не успех временный, я уверен, он связан только с тем, что не хватает действительно технологий, или все же, опять я, так сказать, к любимой теме вернусь, или все-таки, ну, россиянин, русский человек, да, ментальность наша, отношение к жизни во всех ее сферах, и тем более с точки зрения построения отношений личных, он абсолютно отличается от того, что мы видим в Европе, в Америке. Я могу сказать, да, поскольку у меня был опыт небольшой в этом, ну, или, может быть, достаточно хороший опыт был, действительно, ментальность россиян отличается, но далеко не от всего мира. Кардинально отличается от Северной Америки и от Соединенного Королевства, при этом достаточно близка к Восточной Европе и к Латинской Европе. Как ни странно, да, Германия, Италия, Франция, в общем, близка. Но самый, конечно, лакомый кусок, это, наверное, Соединенные Штаты были. А почему ты считаешь, что в Соединенных Штатах отличается? Потому что просто по опыту. Ну, по опыту... Ничего из того, что вот в чем я участвовал, да, легко не удавалось реализовать в Соединенных Штатах и в Соединенных Королевствах. Просто вот, ну, опять же, там, Соединенные Королевства, это, конечно, одна отдельная история касательно всех европейцев, там, плюс-минус, они все такие, как бы, плюс-минус, там, в моем понимании, где-то националисты, да, они там, мы там англичане, вы там французы, вы там немцы. А вы никто, да? Да, а в Америке такого нету, то есть, как бы, они же все, ну, там, мало того, что это... Они все тоже понаехали, ведь, да, в свое время. Страна иммигрантская, вот, поэтому у них такого, собственно, нету, там просто очень огромная конкуренция по сравнению со всем этим, и там зайти с позиции, вот, там, ну, очень тяжело, там, вот, мачком, который, там, с 98-го или, там, какого-то года, не помню, может, с 93-го даже, я уже не помню. Вот, он, каждый, у него огромный медийный бюджет, он полоскал, он всем уже аудитории в Соединенных Штатах объяснил, что если ты хочешь познакомиться, должен пойти на мачком. Ну, очень много, все-таки, для американцев, значит, и бренд, которому они могут доверять, и очень много внимания они уделяют privacy. Ну, это сейчас о компании ты говоришь. Я тебе говорю вообще об отношении американцев к продукту, к интернет-продукту. То есть, то, что можно сделать у нас, там, конечно, может вызвать отторжение. То есть, то, что мы считаем нормальным, там могут сказать, что это на грани уже. Я понял, но это не связано с тем, с той категорией пользователей, которые, вот, вашим продуктом пользуются. Не об этом речь. То есть, речь именно о том, ну, я, условно говоря, да, вот, американец обратил внимание на твой сайт, да, и туда не пошел, потому что, ну, вот, причина в том, о чем ты говоришь. Да нет, ну, на мой сайт он не пойдет просто потому, что там мы не с кем познакомимся. Только если он живет здесь, в России, то, конечно, пойдет туда, да. Вот, вот, я к этому. Ему почему там не с кем познакомиться? Потому что он изначально не хочет с россиянами. Он и не локализован у тебя, наверное. Не локализован, да, если он еще по-русски должен говорить, безусловно. Но, раз уж он тут живет, большинство из них, кстати, говорят по-русски, из тех, кто здесь живет. Но если его просто перевести на английский и запустить в Соединенных Штатах, я не уверен, что он так хорошо пойдет, как здесь. Ну, с другой стороны, может быть, оно и ни к чему. Нам и здесь хорошо. Я заканчиваю, уже времени, к сожалению, нет. Огромное спасибо моим гостям, Андрей Бронецкий, генеральный директор Единственной службы знакомств Мамба.ру, и Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств Тиама.ру. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Да, мы сегодня обсуждали виртуальные знакомства. Знакомьтесь, будьте счастливы, в конце концов, это главное. Всего хорошего, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok